Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня я готовлю тортик для мальчика. Домашний торт полосатый с крем-чизом и бананом. Невероятно вкусное сочетание! Не забывайте, что рецепт на канале Готовим с Любовью и видео на семейном канале Дружная Семья выходят ежедневно, каждое утро. Не пропустите! Для ванильного бисквита нам нужны будут следующие продукты. 6 яиц. Я беру яйца среднего размера. М. Сегодня для вас весело. Вес яиц 316 граммов. 240 граммов сахара и 200 граммов муки. Для начала яйца с сахаром взбиваем в пышную массу. По времени это занимает 5 минут. Яйца с сахаром взбили в пышную массу. Теперь добавляем муку и вымешиваем лопаточкой. Снизу вверх по кругу. Духовка у нас уже разогрета. Бисквит ставим в разогретую духовку. Форму застелили пергаментом. У меня качественный пергамент с силиконовым покрытием. Поэтому я не смазываю ни растительным, ни сливочным маслом. Размер формы 28 на 22 сантиметра. Торт у меня будет прямоугольный и большой. Теперь вот так немножко расправили. Бисквитное тесто ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Ванильный бисквит выпекался в духовке 35 минут. Достали бисквит с формы. Смотрите, ровненький, красивый. Просто замечательный. Главное, бисквит не пересушить. Снимаем пергамент. И остужаем бисквит. Теперь готовим шоколадный бисквит. Нам нужны будут следующие продукты. Снова 6 яиц. Взвесила опять. 328 граммов получилось. 240 граммов сахара. 160 граммов муки. И 40 граммов какао. Как всегда, сначала взбиваем яйца с сахаром в пышную массу. Яйца с сахаром хорошо взбили. Теперь добавляем какао и муку. Обязательно просеиваем именно какао через сито, чтобы у вас не образовывались комочки в тесте. И теперь вмешиваем муку с какао. Взбитые яйца. Стараемся мешать в одном направлении. Духовочка у меня уже разогрета. Выпекаем в той же форме. Прямоугольной. 28 на 22 сантиметра. Немножко вот так встряхиваем. Форму с бисквитным шоколадным тестом ставим в разогретую духовку на 180 градусов. На средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Шоколадный бисквит выпекался в духовке также 35 минут. Достали бисквит с формы. Смотрите, он просто прекрасный. Нежный, мягкий, просто воздушный. Переворачиваем. Снимаем пергамент. И остужаем. Сейчас будем разрезать бисквиты. Значит, я разрезаю обычным кухонным ножом. Бисквиты у меня высокие. Поэтому разрезаем каждый бисквит на 3 коржа. С этих бисквитов у меня получится 2 торта. Один прямоугольный. Другой прямоугольный. Но немного меньше половины в размере. Все вам покажу. Сначала делаем надрезы. По краю. А потом уже серединку. Вырезаем ножом. Смотрите. Смотрите. Вот это мой шоколадный бисквитный корж. Прекрасная пористая структура. Коржи бесподобные. Теперь разрезаем бисквит ванильный. Смотрите. Пористая структура. Нежный. Также этот корж у меня толстый. Поэтому разрезаем его на 3 коржа. Коржи готовы. Теперь готовим крем-чиз на сметане. Вам нужны будут следующие продукты. 130 граммов сахарной пудры. 450 граммов крем-сыра. Это у меня 3 упаковочки по 150 граммов. Полкилограмма сметаны. 20% сметану ночь нужно отвешивать в марле. Вот так, в приподнятом виде. И 1 пакетик ванильного сахара. Также для прослойки нам понадобится 2 спелых банана. Вес сметаны, отвешенной уже 350 граммов. Берем сметану, крем-сыр, сахарную пудру и ванильный сахар. И все это взбиваю миксером. Крем-чиз на сметане получается менее плотный. Но он невероятно вкусный. И хорошо пропитывает бисквитные коржи. Без дополнительной пропитки. А в сочетании с бананом это песня. Значит, этот торт я не пропитываю. Так как крем-чиз на сметане. Он просто великолепно пропитывает коржи. С этих бисквитов я буду делать 2 торта. Завтра выйдет второе видео. И там вы увидите, как я собираю второй торт. Первый торт состоит из 4 коржей. Я буду чередовать ванильные и шоколадные коржи. Украшать будем белково-заварным кремом. Разровняли первый слой. И теперь выкладываем бананы. Сочетание просто великолепное. Дети любят этот торт. Сверху накрываем шоколадным коржом. Так вот. И снова наносим крем. Крем, который мы сделали, разделяем визуально на 3 части. Нам нужно промазать этим кремом 3 коржа. Сверху шоколадного снова ванильный корж. Остаток крема. Прослойку банановую я делаю именно на белом бисквите. На шоколадный корж я не выкладывала бананы. Только на ванильный. Торт и так получается достаточно высоким. Насчет пропитки даже не волнуйтесь. Крема хватило. И снова бананы. Первый торт собран. Устанавливаем вот такую доску деревянную. И слегка вот так придавливаем. Тем самым выравниваем поверхность торта. Торт ставим на полчаса в холодильник. А сами приготовим белково-заварной крем. С остатков двух коржей я буду делать еще один торт меньшего размера. Вот у меня осталось два коржа. Завтра выйдет видео. Будет у меня торт с цветами. Небольшой. Будет очень интересно. Не пропустите видео. Вот мой белково-заварной крем на три белка. Смотрите. Вот какая красота. Видите? Плотный, хороший, пышный крем. Неприторно, сладкий. С легкой кислинкой. Рецепт есть на канале. И будет в ссылке под видео. Значит, тортик у меня будет весь желтым цветом. Забыла, как называется игра, в которую играет Кума-сын. Ну, в общем, мне нужно будет сверху просто сделать такую эмблемку из шоколада. Мама купила топперы. Ставим в торт уже на праздники. А мне надо торт просто украсить желтым кремом и сделать эмблему. Все проще простого. Я использовала краситель желтой торговой марки ТОП-продукт. Смотрите, крем плотный, очень хороший. Использую насадку звездочка. Одноразовый кондитерский мешок. Выкладываю сюда часть крема и будем украшать торт. Теперь все очень просто. Верх и бока торта мы покрываем кремом звездочками. Смотрите, крем плотный, хорошо держит форму. И что самое главное, не приторно-сладкий. Этот крем нравится всем. Всем моим гостям. Все едят мои торты с удовольствием. Также мы покрываем и бока торта звездочками. Особенно на стыке здесь нужно быть поаккуратнее, чтобы просвета коржа не было видно. После того, как покрыли весь торт звездочками с кремом, теперь берем и сверху вот так покрываем маленькими звездочками. Закрываем все просветы. Тем самым у нас будет как бы двухуровневое украшение. Очень красиво. Главное, так украсить торт может новичок, любой. А сверху, например, поставить топпер с днем рождения. Просто и со вкусом. Растопила шоколадную глазурь. В микроволновке и импульсами по 30 секунд. Мне понадобилось три раза. Теперь берем одноразовый кондитерский пакет. Мешок. И выкладываем глазурь в пакет. Вы знаете, с глазурью намного проще и легче работать. Продается она в каплях. У нас даже в обычном магазине продается. Берете любой рисунок, который вам нужно перенести на торт. Помещаете его в файлик. И сейчас проделываете то же, что и я. Отрезаем немного. И теперь заполняем. Здесь достаточно такие объемные у нас рисунки. Поэтому делаем побольше. На самом деле у меня сын еще в компьютерные игры не играет. Ему этот значок ни о чем не говорит, так как и мне. А вот дети постарше уже увлекаются играми. Теперь ждем, когда шоколад застынет. И перенесем рисунок на торт. Заключающий этап украшения. Мы переносим этот рисунок шоколадный на торт. Надеюсь, имениннику понравится. Будут еще топеры. Но это уже на самом день рождения вставим в торт. Так можно сделать любую эмблемку. Бэтмена, супергероя. Вот такой страшный торт. Не знаю, что это за игра. Но с заданием я справилась. Выпекайте в удовольствие. И радуйте свою семью только домашними тортами. На украшение этого торта я использовала белково-заварной крем на 3 белка. Хватило впритык. Подарочный торт готов. Подписывайтесь на наш семейный канал. Дружная семья. Ссылка под видео. И не забывайте, что видео на канале Готовим с любовью. Выходят ежедневно. Делитесь моими видео с друзьями. Для меня это лучшая благодарность. С вами была Ира. До новых встреч. Пока-пока.